В Дуому полиция открыла ровно в 9 утра, предупредив туристов заходить по одному, соблюдать дистанцию полтора метра, билеты покупать онлайн, чтобы не дышать друг на друга в кассах. Лифт отключен, наверх только пешком. Открытие собора в Милане должно было стать хорошим знаком, символом борьбы со страхом и паникой. Так планировали в Джунте, областном правительстве Ломбардии. К сожалению для авторов идеи, эффект оказался смазанным. В тот момент, когда в Дуому запускали первых туристов, пришла новость о том, что Джунта в полном составе сдает анализы на коронавирус. Положительный результат дал анализ специалиста по экономическим вопросам. Еще неделю назад губернатор объявил, что вирус внутри здания. Заболела его помощница. Неловко надевая маску, он объявил, что уходит на самоизоляцию. Над губернатором подшучивали неделю, пока не поднялась температура у ближайшего соратника. Вирус расползся по всем опенинам. Он уже на Сардинии, в Риме. Полицейский из Памеции плотно пообщался с коллегой с севера. Положительный тест у жены и двух детей. Закрыт лицей, где учатся 1200 учеников. Идут проверки в крупнейшем в Риме университете Ла Сапьенца. Его посещала старшая дочь. Тесты берут у всех, кто общался с семьей. В оперативном штабе МЧС заявляет, что пока справляются. Места в больницах есть. Нельзя сказать, что сейчас мы готовимся к строительству новых госпиталей или новых медицинских объектов. Мир продолжает переживать за Папу Римского. Кашляя и тяжело душа, он все-таки появился в это воскресенье, чтобы прочитать воскресный Анджелус. И объявить, что меняет планы. С Курии в город Аритча на традиционные мероприятия и молитвы в честь начала поста он не поедет. К сожалению, простуда вынуждает меня в этом году отменить свое участие. Буду следить отсюда за медитацией. Буду с Курией душой. Европа учится быть менее социальной и контактной. Министр МВД отказался жать руку своему канцлеру. Дело, конечно, не в Меркель. Зихофер принципиален. Недавно заявил, что отказывается от всех рукопожатий в связи с ситуацией. Значит, никаких исключений. Авиакомпании продолжают отменять рейсы. Нет спроса, зато есть страх. Чехия объявила, что прерывает сообщение полностью в Милан, Болонию, Венецию. Там новые случаи заражения. Решено, что этап Кубка мира по биатлону в новое место 4-9 марта пройдет без зрителей. Но Мартен Фуркат в Твиттере логично напоминает всем, что ситуация куда сложнее. Потому что 14 дней назад все биатлонисты и тренеры были в Италии. В Париже закрыт Лувр. Это убытки. Решение давалось не просто. Но во Франции эпидемия. Было принято решение запретить собирать в замкнутом пространстве более 5 тысяч человек. Нетрудно догадаться, что музей Лувра является как раз замкнутым пространством, в котором собирается более 5 тысяч человек в день. Так как в среднем у нас ежедневно по 40 тысяч посетителей. Италия переживает за футбол. В календаре решающие матчи серии А. Футболистам не нравится играть без поддержки. В марте Лига Европы, Лига Чемпионов. За командами Рома и Интер Тифози хотят лететь. Но в феврале вирус подхватил хорватский болельщик, который побывал в Милане на матче Аталанта-Валенсия. Переносить, отменять или играть при пустых трибунах. Решение пока не принято. Продолжение следует...